Кристос воскресе на небесе! Делегации заблазного правительства здесь почетные гости. Их ждали и по случаю Пасхи напекли куличей. В праздничном ряду глаз радуется. Бисквитные храмы с куполами и корзины с расписными яйцами стали настоящим украшением события. Участники из Черепановского района решили, что их экспозиция достойна, чтобы ее представил месье Пушкин. Почему именно Пушкинова? Наверное, это яркий образ, несомненно, Пушкину. Поэтому его и выбрали, собственно. Было где разгуляться и люду, и кошельку. Самые большие очереди выстроились к продуктовым прилавкам. После Великого поста, говорят, хочется мясного до сырного. Хотя покупатели ожидали от участников большей щедрости. Ну, везде одни и те же, если честно говоря. Я бы не сказала, что здесь дешевле, но везде стандартная цена. Если покупатели ждали низких цен, то участники в этом году надеялись на теплую погоду. Надежда Койнова в особенности боялась мороза. Ее товар нежный. Ну, мы привезли, мы, наверное, до 9 часов не выставляли. Все ждали, а вдруг потеплее немножко будет. Но у нас не все цветы боятся мороза. Благо, почти вся рассада закалена. Поэтому утренняя прохлада товар у судоводов вреда не принесла. Ассортимент посадочного материала, пожалуй, был самым широким. Одни покупатели шли на ярмарку за конкретным товаром, другие приобрели нужную вещь случайно. Внуку купил, лодку купил, на которой он пойдет, наверное, в этот полк 9 мая. А вообще, ярмарка – это прежде всего по русскому обычаю. Это праздник, это хорошая музыка, хорошее настроение. И возможность показать предприятиям нашим свое производство, показать свое лицо нашему Искитимскому району. По итогам ярмарки восемь предприятий Искитимского района получили награды. Большие золотые медали вручили новосибирской птицефабрике, агрофирме Лебедевской и личному подсобному хозяйству Надежды Койновой из Тольменки.